Вот, ребята, и правда такое бывает, что если у человека пирсинг, куча татуировок, это значит, что всё, у человека все вредные привычки, прям все, которые есть. И почему так? Почему судят человека именно по татуировкам? Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Орловец, обсудим видеоролик с девушкой, у которой двое детей, и которая, ну, оказалась, скажем так, в сложной ситуации и попросила помощи у орловцев. Начнём с того, что, да, таких девушек полным-полно, которых тоже ситуация сложная, которые остались без мужей и в одиночку воспитывают порой двое и трое детей. И опять же, можно сказать, вот, и не ноют, и не просят помощи. А вы знаете, что я хочу сказать? Что вот именно обратиться за помощью, это тоже сложно. Когда ты находишься в сложной ситуации, и тебе кто-то говорит, что вот, обратись к волонтёрам, может быть, тебе помогут, позвони, попроси. И это составляет, ребят, такую сложность, трудность, потому что порой и стыд одолевает, и думаешь, что о тебе скажут, и я буду пробовать сама справляться или ещё что-то. Ну вот представьте, да, а вот проще сказать, о, да, сама ты добейся, да, сама там что-то купи, ну, кто виноват, что у тебя вот так вот всё в жизни сложилось, почему тебе должны помогать люди, у тебя вот таких вот, как ты, просто уйма. Вот согласитесь, да. А ещё, когда опека со всех сторон её сжимает, тоже проблема. И знаете, вот хочу тоже относительно вот рассказа этой девушки про татуировки, да, и что все считают, если у неё там татухи, это уже всё, значит, как она говорит, и наркоманка, и алкашка там, и всё прочее. Вы знаете, на самом деле это так. Я просто знаю одну девушку, которая приехала, ну, по деревню, скажем так, и тоже дедушка боялся, чтобы она вот как-то вот ходила, и чтобы, ну, видно всё это было, потому что, ну, вот в деревне, да, это воспринимается ой-ой-ой, это сразу неизвестно, что выливают на этого человека, и даже если, не дай бог, в таком виде зайдёшь в деревенскую баню, это жуть. Ну, это правда. И, кстати, у меня есть ещё хорошая знакомая тоже в городе, у неё тоже там, она по молодости наделала себе там тоже татух и пирсинг, конечно, сейчас у неё трое детей, пирсинг этот, она уже давным-давно, серёжки эти всякие, кольца-блестяшки всякие эти, она это не носит, конечно же, но татуировки остались, и я порой даже, когда ей говорю, ну, вот, блин, зачем тебе это нужно было? Она начинает на меня кричать, что вот тебе за больное надо зацепиться, ты понимаешь, говорит, я сама себя вот иногда заедаю за всё это, а ты, говорит, просто масло в огонь подливаешь. И вот, понимаете, порой вот в молодости сделаешь что-то не подумавши, да, что-то там, ту татушку, тот пирсинг, никогда не думаешь, что вот в возрасте уже более зрелом, да, будешь думать об этом как о чём-то таком ненадобном, и уже ничего не изменить. Ну, и есть у неё есть, и она признаётся, ну, сделала по глупости, по дури наделала. И чё теперь, всех под одну гребёнку, значит, она что ли плохая мать? Ну, знаете, вот то, что вот как бы, что она прям там, ну, какая-то такая плохая, я вот как-то не увидела. Обычная мама любит своих деток, отзывается очень хорошо про своих соседей. Вот редко увидишь, обычно, да, там говорят, ой, мне там такая соседка, это дурдом, там ещё что-то, вот, не пошуметь, не пробежать, знаю, тоже вот молодых девочек, у которых детки, и которых тоже ещё соседи подтряхивают. Вот она, может быть, даже не исключено, что там соседи, и, может быть, и не всегда прям такие добродушные, но вот она с душой отзывается, что вот такие классные соседи, что квартира была пустая, что и холодильник ей дали. И, по сути, вот смотрите, она же всё-таки в пустую квартиру приехала, что-то она туда смогла приобрести сама. И вот эта вот баночка, куда она кидает копеечки, на что там она что-то там хочет купить, да, именно вот в эту копилочку собирает деньги, и это вот настолько мило, что человек имеет цель. Да, она обратилась за помощью. Да, возможно, будут какие-то негативные комментарии, но для меня это более чем приятное видео, потому что, ну, почему не помочь? Почему? Она смелая, она позитивная, хоть она и говорит, что я вот такая вот домашняя-домашняя, что необщительная. Я бы, конечно, не сказала, что она необщительная. Просто, наверное, у неё не было такой компании, не было у неё таких друзей, с которыми она могла бы открыться, пообщаться, подружиться. Просто вот в жизни ей таких не попалось людей. Я раньше тоже постоянно думала, что я такая вот домашняя вся, что я тоже не могу ни с кем общаться, как это зацикленная была на своих каких-то там проблемах, вопросах. Но когда у меня находились вот такие вот люди, с которыми я знакомилась и понимала, что это мои люди, мне с ними интересно. И тогда я поняла, что я, в общем-то, не особо закрытый, а общительный человек. И вот поэтому, мне кажется, просто ей вот не попалось в жизни поиметь каких-то хороших друзей, найти. Поиметь, выразилась мама дорогая, я порой тоже как скажу, хорошо, что не говорю егошнее и еёшнее. Я всегда об этом вспоминаю. Ну, для кого-то, может быть, и мои слова шо-то не так, да значит, особенно шо-то. Но это мое любимое слово, и говорю я его не от того, что не знаю, что надо говорить что-то. Просто, знаете, так, чтобы немножко юмора было. И поэтому я считаю, почему нет? И мне кажется, этой девушке и будут помогать. Ну, потому что в ней есть и положительные качества. Есть. Почему нет? Она о детях заботится. Мальчик у неё такой хороший, такой мудрый, говорит. Ты памперсы носишь? Он говорит, ношу. Ношу памперсы. Когда мама снимает памперсы с сестрички, я его несу в мусор. И это, ребята, так мило. Это так прикольно, правда. Ну, а орловцы, если берутся за какую-то помощь, они им всегда помогают. Парни они классные. И на самом деле, да, она когда увидела, то, наверное, ей было, наверное, ну, вот больше, как она говорит, приятно увидеть их, тех, кого она смотрела. Смотрела в ютубе, писала, возможно, комментарии. А тут они у неё в квартире. И, конечно, когда она говорит, что она такой человек-домосед, необщительный, тут приходят сами блогеры-орловцы, это вообще для неё, наверное, суперприятная новость такая, суперприятные гости. Не знаю, может быть, кому-то и не нравится эта героиня, а, как по мне, вполне хорошая девочка, женщина, девушка, хорошая мама. Я считаю, что какой-то бардак с одёжкой, с одеждой, одёжкой и игрушками – это вполне нормальные вещи, когда дома дети. Ну, мы с вами, мамы, всё это знаем. Даже если мы наведём порядок с игрушками, то тут же, через каких-то даже пару минут порядка этого не будет. Точно так же, как и с одеждой. Где-то сложил всё аккуратненько, тут же всё разбрасывается. Я вспоминаю, когда я жила тоже в общежитии, у нас общая кухня была, и в комнате вроде как порядок, всё нормально. Пойдёшь на кухню готовить, ну, не берёшь с собой в общую секцию ребёнка. Там где-то сквозняк, где-то ещё что-то. Займёшь дома игрушками, вот игрушки, пожалуйста, играйся. Пока там что-то побудешь, буквально пять минут перебежками в комнату с кухней, в комнату с кухней, чтобы мало ли чего не случилось. За это время успевается и каша из всех круп свариться и перемешаться в общей тарелке, в миске. И на полках, в шуфлятках порядки наводятся. Поэтому у кого дети, это нормальная ситуация. Разбросаны игрушки, так это классно. Классно, что дети могут играть в игрушки. Ну, опека такая, что и правда вот бывают такие несправедливые и непонятные вещи, там где действительно нужно забирать детей, где пьянство, где неизвестно что происходит, толпами ходят тараканы, грязь, антисанитария, пустой холодильник, то там почему-то закрывают глаза. Ну, а там где мама, уход, нормальное питание, почему-то обязательно нужно трясти эту маму. Ну, кстати, да, если взять холодильник, то я особо не заметила, что он там прям чересчур полный. Тоже некоторые такие не очень приятные моменты с холодильником я тоже заметила, но я не буду говорить лишь по той причине, что мама одна, деток двое. Они маленькие, и поэтому тут просто-напросто не успеваешь всё и за всем проследить сразу. Ну, согласитесь, ребят. А вообще, мне понравился очень видеоролик. И орловцы молодцы. Мне всегда их хочется хвалить. Иногда, конечно, ущипнуть мне их хочется, но не за их дела, а за их интриги. Помните, как интриговали по поводу дяди Коли? В общем, ребята, у меня всё. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока!